Всем привет, зрители и подписчики моего канала на ютубе. Я очень рад приглашению видеоблогера Елены в каналах Елены и Надин поучаствовать в данном проекте, который называется «Я и мой город». В данном проекте участвуют 13 видеоблогеров из разных стран. И ссылочки на их видео будут даны внизу данного видео, на их канал. Итак, поехали. Итак, отвечаем на первый вопрос. В какой стране вы живете, в каком городе? Живем в городе Россия. Вот у нас уже зима наступила. В стране, вернее, Россия. Город Людиного, Калужской области. Основанный в 1626 году. Какой поселком Людиного. Вот, можно сказать, промышленную деятельность начал Емидов, построивший в начале 18 века, в 1738-м. Чугунно-литейный завод Супремский. И уже позже, лет на 5-6, Людиновский теплоостроительный завод. Вот, что еще. Ну и как бы из рабочего поселка в город Людиного. Город был преобразован в 1938 году. Вот, в принципе, так. Так, второй вопрос. Что вы любите кушать на завтрак? Люблю я кушать и яичницу простую, обыкновенную. Ну, либо с колбаской, с сосисочкой. Ну, иногда добавляем то же самое овощи. Там, помидорчик, перчик, что-нибудь такое. Ну, если обыкновенная яичница, то еще к ней я люблю небольшой легенький салатик. То же самое. Либо с овоточком, с медорчиком, под оливковым маслом. В принципе, что-то такое, что-то так легенький. Вот, вопрос номер 3. Какая кухня вам нравится и какое блюдо вам нравится? Кухня мне нравится, самая обыкновенная, в принципе, я считаю, русская кухня и украинская. Люблю я, в принципе, из русской кухни картошечку-толченку с маринованными грибочками. Ну, в принципе, любыми маринованными грибочками. Ну, из украинской, в принципе, что-то заменитая самая. Конечно же, борщ. Вот, это вопрос так. Третий вопрос. Четвертый. Вы сова или жаворонок? И поскольку вы ложитесь спать, просыпаетесь в будни, либо в выходные дни? Так, получается, встаю я тоже, это, ну, разно. Получается, выходные дни, либо когда я веду ребенка в сад, то встаю я в 7 утра. Если это выходной день нерабочий, либо ребенка не подавите, то в часов в 9-9 утра. Ну, ложусь я, в принципе, в одно очистическое время, либо в час, либо в 2 часа ночи. Вопрос номер 5. Каких места вы любите посещать, бывает больше всего гулять? Итак, это площадь Победы. Вот такая. Это площадь Победы. Это аллея Партизан. Мы очень любим здесь гулять с семьей, с детьми. Сейчас тут много снега. Можно поиграть снежки, поваляться по снегу. Вот это аллея героев. Также кафе Чикен Пицца, в который мы ходим с детьми, с семьей, кушаем пиццу, булочки, всему подобное. Ну, и такое семейное кафе. Ну, и все в основном ходят туда. В выходные, да и такие дни. Дальше это у нас парк, который вы видите и видели в моих предыдущих роликах. Хоть какой-никакой, но все-таки есть парк. И ездим погулять с семьей, с детьми. И еще одно место, где мы загуляем с детьми, с семьей, в принципе, как и многие в нашем городе. Это наша набережная на озере Ломпоть. Вот такая набережная. Горят фонари вечерами. Сейчас все усеяно в снегу. Вот. Лавочки. В общем, культурное местопровождение. Это у нас тоже считается набережная. Шестой вопрос. На чем вы передвигаетесь? На каким транспортном по городу? И есть ли у вас метро? И сколько до метро времени? Вот. Сразу говорю, метро в нашем городе нету. По городу мы передвигаемся на маршрутном. Такси, как называется. На работу я передвигаюсь на автобусе. Автобус у нас заводской. Итак, отвечаем на седьмой вопрос. Какое время года вы любите? Ну, конечно же, я люблю лето. Это каноны, как и все, обычно. Его любят. Вот. И люблю еще зиму. Но зиму вот такую. То есть, вся снежная, вся в снегу, а не разкисшая, и в лужах с дождем. Зима должна быть, как нормальная зима. Вот. В принципе, весь вопрос. И восьмой вопрос. Какой климат у вас и в какой среде вы живете? Живем мы в чернобыльской зоне, так называемой. Вот. У нас город относится к чернобыльской зоне. Ну, а климат такой умеренно влажный, я считаю. Вот. В принципе, это в данном городе людинами, как и в принципе в центральной части России, такой умеренно влажный климат. А зона чернобыльская, ну, вы знаете, в 86-м году, в 386-м, чернобыльская АЭС взорвалась, и вот данные. У нас радиация все-таки присутствует, небольшая, но относится к чернобыльской зоне. Наш именно город. Отвечая на последний вопрос, какие достопримечательности есть у вас в городе, одна достопримечательность, извините, то, что такая съемка происходит, туман, снег. Это озеро Ломпоть. Вот, наше озеро Ломпоть. Уже покруто немного с льдом. Вот. Озеро считается у нас как бы одной из семи чудес Каусской области. Большое очень озеро. разделяется на верхнее и нижнее озеро. в основном, все считают это верхнее озеро. Вот. Также у нас, сейчас, конечно, все с ним видите, очень много достопримечательностей. Это леса. Наши Каусские леса. Вот. Их очень много, лесов, где люди тоже самое, имеют возможность покататься на лыжах, отдохнуть, культурно, массово проводится. Очень много соревнований в лесах. Есть поздравительный лагерь Спутник. Вот. Это, как считается, вот наши достопримечательности. Ну, и, как я, в принципе, уже говорил, я считаю, тоже набережная, это очень давно уже сделано, с времен СССР, Советского Союза. И, я считаю, тоже, это одна из достопримечательностей нашего города. Вот, в принципе, всё. Ну, вот и всё. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Оставляем комментарии. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok